всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич начинаю свою вышивальную неделю вышивальную декаду в общем сейчас наверное уже не декада хотя я чуть больше чем неделя до декада остается остается у меня до окончания мая до 1 неделя чуть больше и я решила что последнюю неделю я буду продвигать все свои начатоши пусть там по одному денечку но буду уделять почему потому что я практически целый месяц ну да я начала вышла помните эту атриолис миниатюрочку вот хотя я пыталась в мае стартануть ой мушки прямо летят в лицо в мае пыталась сделать старты но у меня по времени не получилось к сожалению так что старт апрельские старты перенеслись на май майские старты переносятся я даже теперь уже не хочу вам говорить на когда но я то что я эти процессы начну это сто процентов но не знаю когда но вот эту последнюю неделю я буду продвигать все свои начатоши но прежде чем продвигать начатоши я вам покажу на каком этапе я просвечивает девочки на каком этапе я сейчас с васильками и ромашками ну как вы видите нет я даже не знаю как вам показать подождите и подложила картон очку вот так и маленькую собачон очку как говорится девочки ну вот смотрите то есть про тут я все уже до конца ну как до конца фон него здесь остался да то есть фон тут уже не тут ни цветочка все вы что у меня остался вот этот маленький кусочек представлять и чуть-чуть вот здесь вот внизу у меня вот где ромашка вы видите то есть в принципе у меня практически уже финиш практически ребят я думаю что я постараюсь уделить ну пару денечков мне тут придется еще покорпеть но я постараюсь эти пару денечков вышить ромашки и показать вам уже майский финиш это будет первый мой финиш такой большой который сюжета который перешел с прошлого года вы помните что у меня еще остались лягушка и розы я их обязательно буду двигать плюс из новых стартов у меня птичка малюсенькая с вишенкой я ее тоже по продвигаю но и все наверное вот мне вот эти четыре процесса на 10 дней выше крыши я даже я говорю если я этому процессу постараюсь уделить два дня причем вы же понимаете что у меня из 10 дней не обязательно все 10 дней вышивальные да то есть дай бог если у меня будет пять дней вышивали то есть получается два дня на ромашки и на остальные процессы у меня тоже по одному денечку но я обязательно каждый месяц хочу хоть по одному дню но продвигать почему потому что как я всегда говорю 200 300 крестиков но это все нас приближает к финишу вы понимаете то есть если ты не вышиваешь вообще не не берешь в течение месяца не делаешь даже две ниточки не вышиваешь да то есть но это растянется еще на год поэтому я предпочитаю немножечко но все-таки продвигать процессы поэтому поэтому вот так буду двигать их поэтому на этой неделе вы увидите все мои начатоши и так я приступаю и приступать я буду с ромашками фиксируем дырка посмотрим что у меня получится в конце мая следующее мое включение девочки ну вы видите уже изменение наверное на по картинке в общем у меня уже сегодня третий день из моей вышивальной последней недели или декады ну в общем наверное декада получается все таки у меня да позавчера я ничего не вышивала я пришла с работы такая уставшая и был дождь и я легла просто отдохнуть и заснула проснулась восемь вечера и сразу пошла к себе в комнату потому что я не не лежала у себя в комнате я лежала у ромки ромка там чем-то занимался я смотрела чем он там занимался и благополучно заснула соответственно за вышивку я тоже не бралась вот эти звуки вы слышите это у меня джуманджи кушает у меня джуманджи она постоянно кушает если что то есть покушать она всегда пожалуйста так что она там вылизывает все что можно и не можно вчера я повышевала вы видите что пропала вот эта вот дырочка такая да то есть она уже начинает заполняться я немножечко джуману хватит пожалуйста хватит я я немножечко повышевала вот где-то вот здесь были светлые ну пропущенные крестики знаете как обычно бывает и вот села вышивать вот эту серединку забивать но я позабивала и честно говоря как то так устала даже от этих синих цветов здесь три или четыре цвета синих практически не видна разница так как я вышивала уже вечером тоже мне тяжело знаете в темноте темные цвета ну ну не то что в темноте со светом конечно но все равно я люблю такие вещи вышиваться при дневном свете и я перешла сейчас вам покажу я перешла и закончила полностью вот здесь конечно так не видно вот фона этот помните у меня здесь не было фона то есть это все больше здесь фона нет то есть я вышила вот этим сизым цветом в одну ниточку полукрест ну чисто чтобы знаете закончить там был небольшой кусок я думала раз от синего устала спать вроде бы я уже хотела идти но настолько мало было этого полукреста там кусочка что я подумала ну нет я не хочу его оставлять потому что мне здесь еще есть над чем поработать если я вот так вот опущу трусики приспущу трусишки вы видите что вот здесь у меня еще не вышита вот здесь у меня одного цвета нету василька да вот здесь то есть и вот эта часть все и здесь будет чуть-чуть фона но тут буквально три три четыре полосочки то есть совершенно чуть-чуть девочки ну я уже все я на финишной прямой вы знаете я эту декаду хотела как я вам уже в начале сказала хотела взять свои все остальные процессы по по продвигать по одному дню просто чисто по ниточке хотя бы да как я всегда говорю я люблю хотя бы один день в месяц но уделить хоть пару часов вот сколько я успею выше там одну ниточку 2 5 10 не важно я про хочу продвигать но я теперь уже настолько воодушевилась этими ромашками с васильками что я уже хочу у меня ручки чешутся их закончить и буквально в конце этой декады с вами вместе мы я надеюсь что мы с вами вместе постираем я поглажу и уже в самом конце видео покажу вам выглаженную и постиранную работу но я так планирую я хотела в этом месяце ниточки перебрать еще там кое-что ну ребят вот честно вот я хочу закончить ромашки у меня прямо чешутся ручки так что пока я не закончу ромашки я никакие другие даже на чатыши свои которые я хотела двигать я не буду двигать сегодня у меня среда среду у меня на работе всегда длинный день я прихожу домой 8 9 10 7 не знаю как пойдет у нас по средам всегда ужины приходят люди ну и в зависимости иногда быстро ужинает иногда сидят пьют вино пиво и так далее поэтому я не знаю как как быстро они закончат свой ужин поэтому наверное сегодня мой вышивальный день опять проваливается то есть я сегодня вышивать ничего не буду к сожалению поэтому видите все меньше остается дней до конца с моей вышивальной декады поэтому я хочу не буду отвлекаться ни на какой другой процесс я мечтаю просто мечтаю не то что хочу а уже мечтаю закончить эти ромашки но я думаю что я справлюсь с этими ромашечками конечно месиво еще то получается но это же поле когда это все отгладится о это я представляю какая будет красота все девочки мои хорошие всем спасибо подключусь через секундочку когда будет что вам показать а и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девочки, мой вышивальный день закончился Надеюсь, вам видно хорошо Не темно, у нас как-то пасмурно Но я почему-то не захотела включать искусственный свет Потому что вроде еще свет нормальный есть В общем, вчера я повышивала Но я считаю, что очень хорошо Смотрите, я вышила вот это крылышко Ну, часть крылышка, конечно Не все, но часть Потом заполнила здесь какие-то были промежутки Вот здесь где-то были пропущены клеточки В общем, я не знаю какой-то кусок Но это большой кусок, ребят Вот если так говорить Вот это, по-моему, уже чуть ли не конец вышивки То есть край, почти Или даже край Я сейчас даже проверю Ну, край не край, но по крайней мере Вот здесь Вот, представляете? То есть, в принципе, ну, понятное дело Вот эту часть я все вышивала Вот она Вот это, вот это То есть, смотрите, какой кусок По схеме видно, что достаточно большой, да? В общем, я довольная, счастливая Что я хоть в этом месяце продвинула Конечно, я хотела каждый продвинуть наборчик Да еще и стартануть Ну, ребят, ну вот не получается, девочки Ну, вот не знаю, что Как вы успеваете У меня с работы совершенно Вот я сейчас уже темнеет Я вот только что пришла Думаю, надо быстрее кусочек вам заснять Показать Потому что Сегодня последний день мая Я еще хочу хоть продвинуть немножечко Хоть это крылышко Или, может быть, сегодня Не крылышко, а пойду вот Вишенки Потому что вчера раз я вышивала Этими всеми красками Мне очень нравится это сочетание цветов Я уже не устаю об этом говорить То сегодня, может быть, сейчас повышиваю красный Тоже найду вот отсюда Откуда-то у меня Тут, не знаю В общем, посмотрим Не знаю, где буду вышивать Посмотрим Все, ладно, отключаюсь Завтра покажу Как и что И потом, наверное, все-таки вам сделаю Покажу уже в отдельном видео Свой финиш С блиц-отчетом вместе Потому что Ну, чтобы как-то побольше вам рассказать Чтобы не затягивать Именно это видео Потому что я уже тоже не устаю повторять Что я не могу загрузить очень длинное видео Где-то максимум там 20 минут, 30 Но иногда загружается побольше Там до 40 минут Но тогда мне надо качество видео уменьшать Чтобы у меня загрузилось Не знаю, с чем это связано Памяти достаточно Это не из-за памяти Поэтому не знаю, с чем это связано В общем, выкидывает Не дает мне загрузить Зарендерить, вернее Выкидывает постоянно То есть, как только видео больше определенного Может быть, есть какой-то лимит у программы Может быть, еще что-то Не знаю Больше, наверное, по времени Или по качеству По гигабайтам Там, может быть, больше 2 гигабайт Еще что-то Не знаю, с чем это связано Но не важно Ладно, все Птичка очень-очень хорошая Кстати, Лариса Которая мы с ней вместе стартанули Она уже птичку закончила Надеюсь, что она мне пришлет фотографии Я тогда в лиц-отчете Вам обязательно покажу И ее птичку Все, теперь прощаюсь с вами Встретимся через одно мгновение Девушки Закончилась моя вышивальная декада Именно, да, декада получилась Хоть я и не все дни вышивала Но это последние были дни Я считаю, что последние дни мая Я считаю, что Эта декада у меня Все-таки Завершилась С отличными итогами Ну, во-первых Я закончила Васильки и ромашки Чему я, в общем-то Посвятила Все вот последние Свои вышивальные дни И Ну, об этом мы поговорим Наверное, девочки Знаете, в следующем видео Когда я буду делать Блиц-отчеты И как раз расскажу уже И покажу вам Готовый результат Ромашек И я все-таки успела Хоть немножечко Но Где-то полтора вышивальной дня Будем так говорить По времени Я считаю, да Сколько я Мой вышивальный день Я всегда считаю Если у меня есть возможность Вышить где-то Вышивать где-то по Два часа Два-два с половиной Тогда я могу посчитать Что это, да Вышивальный день Так как Все-таки за два часа Ну, можно вышить Такой приличный кусочек Если у меня там Полчаса Сорок минут То я это даже За день вышивальной Не считаю Это так, знаете Села Разложилась Ниточку вышила Сложила И пошла дальше Да, то есть Ну, это так Поэтому за мои Все-таки полтора Вышивальной дня Я продвинула птичку И Я Опять же Стала продвигать Вот этот вот кусочек С крылышком Ну, и немножечко Как вы видите Увеличила Вишенку Ягодку Ой, ягодку тяжело Вышивать Потому что Здесь вот такие цвета Девочки Ну, очень сложно Там и бленды И Одиночные цвета То есть из этих блендов И все это красное И Ё-моё Очень тяжело Ориентироваться Потому что Если ты Потеряешь Вот эту нить Откуда ты идешь Да То сложно И это не говорит о том Там сага Или бумажная схема Нет Именно Из-за цвета Ты не можешь Определить Четко Какой значок Да То есть Мне приходилось Все-таки Как-то ориентироваться По каким-то Вот таким Вот цветам Отдельным Точкам Да Где Где я вижу Допустим Вот эти пропуски То есть я вижу Где эти два значка И схожу уже от этого Отталкиваюсь от этого Да Поэтому, конечно Красную Эту вишенку Вышивать Гораздо тяжелее Нежели саму птичку Хотя вроде бы Кажется Что там красное и красное Шеи себе и шеи Ну то есть Это надо либо садиться И только ее вышивать Чтобы дойти до Какого-то логического Куска И завершить Чтобы ты знала Какую следующую нитку Ты берешь Но я вам уже сказала Что я же распечатала Схему И я сейчас стала Именно зачеркивать И знаете что Я сейчас посчитаю По зачеркнутым Крестиком И вот я вам скажу Тогда сколько Я вышила Мне просто даже Само интересно Вы знаете Вы все время говорите Столько-то крестиков Столько-то крестиков Ну а так как саги у меня нет И я в принципе Не собираюсь ее заводить Потому что я не хочу Использовать Компьютеры Вот эти все там Планшеты Именно для Не хочу Чтобы глаза Не напрягать И так далее Хотя может Что-то увеличивает Скорость вышивки Облегчает Но Я не тороплюсь Никуда Поэтому Мне хорошо Я люблю бумажные схемы Мне они нравятся Я себя Прекрасно С ними чувствую Так что В этом плане Все хорошо И так давайте Я сейчас посчитаю И скажу Сколько же Я вышила Крестиков Я считала Считала В общем Я сбилась Но вышила Больше 500 крестиков Ну может быть Там 510 Может быть 520 Может быть 505 Ну в общем До 500 я дошла Потом сбилась Ну там Буквально Совсем чуть-чуть Осталось Может быть Там 500 С лишним крестиков То есть В принципе За мои Такие вышивальные дни Ну 250 крестиков За 2 часа Я не знаю Это скорость Большая Маленькая Но Все зависит Еще от самого Сюжета И от смены Ниток И так далее В общем Девочки Я считаю Я хорошо Поработала Эту декаду Главное Что у меня Есть финиш О котором Мы поговорим В следующем Видео Итак Я закрываю Это видео И всем Спасибо Кто был со мной Спасибо Что вы меня смотрите Кому понравилось Как всегда Ставьте пальчики вверх Пишите комментарии Подписывайтесь На мой канал И всем Пока Пока-пока